Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить организаторов этой конференции за приглашение принять участие. И, конечно, поблагодарить за то, что выставлена такая монотематическая тема, как рак шейки матки. Это очень всегда интересно, поскольку можно осветить данную проблему с различных точек зрения и обсудить эту проблему. Проблема лечения местно распространенного рака шейки матки – это действительно всегда актуальная проблема. С одной стороны, это связано с тем, что наблюдается рост местно распространенного рака шейки матки, особенно в возрасте до 30 лет. И мы видим, практически ежегодный прирост за последние 7 лет составил более чем 10%. И причем выявление местно распространенных форм рака шейки матки наблюдается больше, чем в 35% случаев. И, конечно, в связи с этим достаточно негативные моменты. Это увеличение одногодичной летальности практически до 17%. И, к сожалению, 5-летняя выживаемость тоже является достаточно неудовлетворительной. Особенно при 3-й стадии мы видим, что достаточно большой разброс от 18% до 50%. Основным методом лечения местно распространенного рака шейки матки является, безусловно, это лучевая терапия. Мы видим достаточно высокий процент, но, к сожалению, существуют те недостатки, о которых я здесь не буду перечислять, поскольку они всем нам прекрасно известны. И мы видим, что, к сожалению, опять-таки, у очень большого процента больных местно распространенным раком шейки матки в течение первых двух лет мы наблюдаем рецидивы. А что такое рецидив местно распространенного рака шейки матки? Естественно, что, к сожалению, достаточно трудно поддаются лечению, и в связи с этим очень высокая одногодичная летальность. Поэтому нужно сказать, что единственным стандартизованным методом лечения местно распространенного рака шейки матки в течение многих десятилетий является сочетанно-лучевая терапия. Но по данным отчета Кохрановского анализа, 65% для второй стадии и 47% для третьей стадии является пятилетняя выживаемость. Поэтому, естественно, что, когда мы говорим о проблеме лечения местно распространенного рака шейки матки, наряду с такими проблемами, как качество жизни, поскольку мы говорим о молодом контингенте больных, это разработка объективных критериев прогноза, поскольку это тоже чрезвычайно важно, нужно ли добавлять какие-то еще дополнительные специфические методы лечения, разработка новых методов комбинированного лечения, безусловно, является достаточно актуальным и с практической, и с научной точки зрения. Безусловно, мы все с вами прекрасно знаем, что одним из путей повышения лечения местно распространенного рака шейки матки – это является химия-лучевое лечение. То есть, с одной стороны, это неодевантная химиотерапия и возможность также иодевантного лечения, с другой стороны, это возможность использования химиопрепаратов в виде радиомодификации, тоже достаточно по известной нам схеме. Доказано, что цитостатики усиливают лучевое повреждение, то есть за счет стандартных схем гомологичной репарации ДНК, уменьшая число опухолевых клеток, находящихся в покое, тем самым повышая чувствительность опухоли к лучевой терапии. Безусловно, и сегодня были представлены достаточно уже известные данные о эффективности неодевантной химиотерапии, о химии-лучевом лечении, когда в виде радиомодификации. Мы тоже здесь представляем наши данные. По сравнительной оценке в трех группах больных лечения местно распространенного рака шейки матки, и мы действительно видим, что химио-лучевое лечение достоверно повышает эффективность лечения, в том числе и пятилетнюю общую и безрецидивную выживаемость. В то же время результаты лечения местно распространенного рака шейки матки, несмотря на то, что мы увеличиваем отдаленные результаты, нельзя считать удовлетворительными, потому что данные литературы достаточно разнообразны, говорят о том, что, к сожалению, от 15 до 80% в зависимости от распространенности опухолевого процесса колеблется пятилетняя выживаемость. Есть еще один не менее важный аспект. К сожалению, добавление химиотерапии с увеличением стадии процесса, эффективность ее снижается. И мы видим, что если при второй стадии добавление химиотерапии увеличивает пятилетнюю выживаемость на 10%, то, к сожалению, для второй B стадии, для третьей стадии этот процент еще ниже и составляет 7-3%. Это тоже достаточно актуальная проблема, которая требует дополнительного исследования. Безусловно, достаточно широко сейчас изучается вопрос о возможности использования различных радиомодификаторов, и в том числе сейчас достаточно широко, как бы вторая волна началась использования физических радиомодификаторов, в том числе и возможность использования гипертермии, то есть общей и локальной гипертермии. Вы видите, что наибольшее распространение методик гипертермии, изучение механизмов действия, пришлось на середину и конец 20 века, и одним из родоначальников изучения воздействия повышенных температур на злокачественном образовании был академик профессор Александров. Я думаю, что эта фамилия достаточно известная, поскольку это тоже связано именно с Санкт-Петербургом. И вы видите, что при его участии было достаточно бурное развитие разнообразных прототипов для аппаратов гипертермии, это так называемых под маркой «яхта». Безусловно, когда мы говорим о возможности использования гипертермии в качестве радиомодификатора, встает вопрос о биологических аспектах, точках приложения гипертермии. И достаточно известно, что, учитывая гетерогенность этой опухоли, злокачественной опухоли, достаточно большое количество клеток в гипоксическом состоянии, нередко характеризующихся низким уровнем PH, а также нарушением метаболизма, то есть всё это в конечном итоге приводит к тому, что к резистентности лучевой терапии, достаточно неадекватной чувствительности к лекарственным препаратам, но в то же время достаточно хорошей чувствительности к гипертермии. Безусловно, когда мы говорим о температурных диапазонах, то существуют определенные биологические эффекты, которые обусловлены этими температурными диапазонами. То есть доказано, что выше 43 градусов гипертермии уже оказывает повреждающее действие на клеток. В то же время непрямое повреждающее действие в температурном режиме от 41 до 43 градусов, то есть используется в качестве радиомодификации. И в принципе, вот здесь достаточно чётко показано, за счёт чего осуществляется такой эффект. Это и молекулярные механизмы, прежде всего, это индукция именно термического повреждения, это индукция выработка белков теплового шока, который именно на уровне метаболизма клетки оказывает те клинические эффекты, то есть повышая чувствительность опухоли, химии и лучевой терапии. Ну, если говорить о клинической реализации возможного такого совместного воздействия гипертермии и лучевой терапии, то, в принципе, доказано, что лучевая терапия тем эффективнее, чем выше содержание кислорода непосредственно в опухоли. И вот как раз образование благодаря облучению свободных радикалов, которые и повреждают, собственно говоря, процессы репарации ДНК. Этот эффект наглядно продемонстрировал теоретическое и в эксперименте, и в клинике. И вот как раз для обогащения более высокого содержания кислорода опухоли и используется гипертермия, которая, как правило, назначается незадолго до проведения лучевой терапии. Следующий, не менее важный эффект гипертермии – это торможение репарации ДНК и, прежде всего, нарушение гомологичной репарации, когда нарушается двунетевая репарация ДНК. Ну и, безусловно, это изменение PH, которое также влияет на чувствительность клетки, которая находится в различных фазах деления. Безусловно, очень важна и возможность сочетания гипертермии и химиотерапии. В принципе, сейчас доказано, что цитостатики более эффективны, именно повышенная их абсорция именно в клетках, которые имеют повышенный кровоток. Ну и было доказано, что, прежде всего, эффективность повышается с алкерирующими агентами и препаратами платины, возможно, сочетание гипертермии. Не менее важный аспект использования гипертермии – это непосредственно прямое воздействие гипертермии на стимулирующее воздействие на иммунную систему. Прежде всего, это активация клеток-киллеров. Таким образом, если суммировать все биологические механизмы действия гипертермии, то есть прямая цитотоксичность, радиосенсибилизация, химисенсибилизация, системные эффекты и иммунная модуляция, то по существу все эти биологические эффекты как раз и отвечают основным моментом и основным требованием противоопухолевой терапии. То есть торможение, размножение опухолевых клеток, это некроз и гибель этих клеток, а также иммуногенетическая гибель и иммунная стимуляция. Какие существуют способы гипертермии в настоящее время? Ну, существует общая гипертермия и локальная гипертермия. Именно последняя нашла более широкое распространение при проведении лечения, в том числе и рака шееки матки. Каковы существуют методы проведения гипертермии? Ну, вы видите, в основном это ультразвуковое, электромагнитное поле и лазериндуцированная гипертермия. Безусловно, очень важным аспектом заключается в том, что мы с вами прекрасно знаем, что опухоль, как правило, бывает гетерогенной, то есть есть участки повышенной вискулиризации, есть участки пониженной вискулиризации, есть участки некрозы, поэтому, естественно, что и кровоток в этих различных участках будет совершенно различным, и поэтому возникает вопрос, насколько адекватно мы можем подвести эту дозу к различным участкам опухоли и как мы можем это оценить. Действительно, это достаточно сложная проблема. Сейчас она решается и решается с использованием современных методик. То есть вы видите, здесь методика, принцип гибридной гипертермии, когда гипертермия осуществляется и сочетается совместно с МРТ, такой гибридный подход, и достаточно четко было показано, что сенсорные датчики, обычные сенсорные датчики, были сопоставлены вот с теми показателями, которые получаются при перфузионной магнитной томографическом изображении, то есть они являются практически однотипными. То есть это говорит о том, что такая гибридная гипертермия позволяет нам достаточно адекватно оценивать ту температуру, которую мы подводим непосредственно к солидным опухолям, в том числе и раку шейки матки. Естественно, когда мы говорим о возможности использования гипертермии, возникает вопрос об эффективности использования этого радиомодифицирующего фактора. Ну, здесь представлено достаточно большое количество рандомизированных исследований, причем здесь представлены данные не только по раку шейки матки, но и вы видите, что по другим локализациям. И проведенный сравнительный анализ использования лучевой терапии и в сочетании гипертермии практически для всех локализаций, безусловно, показал преимущество дополнительного воздействия гипертермии. Но если вы посмотрите на количество больных, то, конечно, такое количество больных пока еще недостаточно, чтобы делать далеко идущие заключения. Но, тем не менее, практически все представленные исследования, я еще раз повторяю, они говорят о преимуществе сочетанного использования. Нужно сказать, что в Нидерландах гипертермия включена в национальные стандарты лечения рака, это не только для нашей локализации. В Германии она также используется в ряде институтов. Ну, здесь представлены рандомизированные исследования по сравнению лучевой терапии и терморадиотерапии при раке шейки матки. Ну, вот количество больных, конечно, пока, безусловно, требует дальнейших исследований в этом направлении, но, тем не менее, Кохрановский мета-анализ, который был проведен в 2010 году, говорит однозначно о том, что добавление гипертермии, безусловно, улучшает локальный контроль и не отмечает повышения частоты осложнений при использовании лучевой терапии, которая проводится в стандартном режиме. Кроме того, существуют представлены уже данные по возможности лечения рецидивов местно распространенного рака шейки матки. И если вы здесь увидите, то проведено также сравнительное исследование использования цисплатинов в качестве радиомодификации, использования платинов, содержащих схем химиотерапии и возможности использования с гипертермией. И мы видим, что, в принципе, тоже есть эффективность, а возможности дополнительного назначения гипертермии в качестве радиомодифицирующего препарата. Что касается российских исследований в лечении местно распространенного рака шейки матки, ну, это вот те данные, которые удалось найти, опубликованные данные. Вот Костроминам, методика СВЧ-терапии рака шейки матки с попыткой снижения общей суммарной очаговой дозы лучевой терапии, но, к сожалению, эта методика не нашла своего дальнейшего использования в силу тех осложнений, которые наблюдали авторы. Кроме того, есть данные о возможности использования ВЧ-терапии и лучевой терапии. Это в Челябинске и в Нижнем Новгороде. И представлены данные Ульяновского областного клинического диспансера. Вот как раз на примере последнего мне хотелось бы привести те данные, которые, в принципе, сейчас представлены. Ну, вы видите, что 53 человека было включено в данные исследований, но оценку смогли привести только у 25. Здесь была и вторая стадия, и третья стадия, и четвертая стадия. Что получили? Да, как проводили лечение? То есть лучевая терапия, ну, в принципе, в стандартном режиме. Использовалась химиотерапия, опять-таки, в стандартном режиме радиомодификации. Локальная терапия проводилась 3 раза в неделю до облучения и составляла от 4 до 10 курсов. Средний период наблюдения составил практически 9 месяцев. То есть авторы наблюдали более чем даже 1 год этих больных. Какова была ранняя токсичность? Ну, вы видите, в принципе, не столь высока была ранняя токсичность, и в основном это проявлялось именно местными, это эпидермиты, вагениты. И, что самое главное, не было отмечено поздней токсичностью. То есть авторы в течение года не отметили такового проявления. Ну и результаты. Конечно, это, безусловно, очень важно и интересно. И вы видите, достаточно неплохой ответ был. То есть 72% – это полных ответов, и 20% – частичный. И прогрессирование наблюдалось только у двух больных. Другие особенности. Безусловно, это тоже очень важно, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что рак шейки матки, особенно местно распространённый, это, как правило, токсикоаномический синдром, это, как правило, больные, которые угрожаемы по кровотечению. Но вы видите, что использование гипертермии не ухудшило ситуацию по риску возникновения профузного кровотечения. Ну и, кроме того, авторы отмечают, хотя они не проводили оценку качества жизни этой категории больных, но, тем не менее, отвечают, что именно исчезновение болевого синдрома наступало гораздо быстрее, чем по сравнению с традиционным проведением лечения местно распространённого рака шейки матки, и что тоже очень важно при такой ситуации, особенно у молодых больных. В нашем институте мы тоже имеем опыт проведения гипертермии в лечении местно распространённого рака шейки матки. Мы только начинаем, поэтому, естественно, что хотелось бы с предварительными данными, которые, безусловно, требуют дальнейшего проведения исследования. Мы используем гипертермическую систему Цельсиос, это производство немецкого производства, она была разработана именно вот в таком комплекте с различными электродами, и эти электроды позволяют фокусировать и создавать автоматически определяемую температуру, мы используем 42 градуса, для различных локализаций с учётом залегания того или иного органа, где локализуется злокачественный процесс. Причём компьютерное обеспечение, безусловно, помогает использовать вот такую систему. Каковы же критерии были, кого мы включили в это исследование? Я хочу сказать, что, ещё раз повторить, это предварительное исследование, и у нас включено порядка 15 больных, и мы имеем приблизительно где-то от 5 до 7 месяцев наблюдения. Безусловно, это первичные формы местно распространённого рака шейки матки, это неоперабельный процесс. И я хочу сказать, вот те критерии исключения, которые здесь указаны, это официальные критерии исключения. И, в принципе, вот угроза кровотечения, безусловно, если есть явная угроза кровотечения, это является абсолютным противопоказанием, а вот кровенистые мажущие выделения, которые, как правило, сопровождаются при такой ситуации, вот по нашему опыту, они не являются абсолютным противопоказанием для назначения гипертермии. Ну и все остальные показания, они, в принципе, стандартные, мало чем отличаются от возможности проведения каких-либо других методов лечения. Ну вот наличие, поскольку это молодые женщины, и мы столкнулись с такой ситуацией, что у некоторых были внутриматочные контрацептивы, то, к сожалению, это является действительно абсолютным противопоказанием, потому что выраженный болевой синдром, по случайности мы провели двум женщинам вот такое исследование, и мы отметили достаточно выраженный болевой синдром. Мы предварительно провели в двух группах, это больные с местораспространенным раком шейки матки, где в одном случае мы проводили химио-лучевое лечение с радиомодификацией с исплатином в известной стандартной дозировке в условиях локальной гипертермии. В другом группе мы не проводили локальную гипертермию. В настоящее время мы можем оценить пока только по двум основным таким вот аспектам, это оценка лучевых осложнений и оценка непосредственных результатов по системе РИЦИС. Ну, планирование лучевой терапии проводилось стандартно, так как в принципе стандартно также проводилась лучевая терапия в этих случаях. Что касается проведения локальной гипертермии. Локальную гипертермию мы начинали проводить, когда мы присоединяли внутриполосной компонент, то есть, как правило, больные на тот момент получили от 15 до 18 ГРЭЙ. Температура была 42 градуса, время сеанса от 40 до 60 минут. Сеанс проводился до начала лучевой терапии, в последующем в течение двух часов больная получала лучевую терапию. Нужно сказать, что практически ни одна женщина у нас не отказалась от проведения лучевой терапии, потому что достаточно легко она переносилась, за исключением тех двух случаев, когда у женщины была внутриматочная контрацептива. Эффективность проведенного лечения, в принципе, направленность была та же самая, что и получили наши ульяновские коллеги. То есть, достаточно высокий процент был полного ответа, частичной регрессии. Мы практически ни у одной больной не наблюдали прогрессирования заболевания. И что касается лучевых реакций, ну, понятно, что это ранние лучевые реакции, но была тенденция, пока мы не можем говорить о достоверности, поскольку недостаточное количество еще у нас больных, но была тенденция к увеличению лучевого цистита и лейкопении. То есть, такую тенденцию мы отметили у тех больных, где мы присоединяли гипертремию. Что хотелось бы сказать в заключении, о возможности использования гипертремии в качестве радиомодификации при химии лучевом лечении местно распространенного рака шейки матки. Безусловно, пока мы имеем небольшое количество исследований в этом направлении. К сожалению, то рандомизированное исследование, которое было начато в 2004 году, оно было приостановлено, поскольку оно не смогло набрать запланированного количества больных. Но, тем не менее, на сегодняшний день мы также не имеем больших рандомизированных исследований, которые бы могли сравнить, с одной стороны, химия-лучевое лечение, а с другой стороны, возможность еще присоединения гипертремии. Но, тем не менее, гипертремия в лечении больных местно распространенного рака в шейке матки ведет к улучшению локального контроля и выживаемости больных, не увеличивает токсичность. Сочетание возможно и с лучевой терапией, и с химиотерапией. Кроме того, по данным авторов, которые уже имеют достаточно большой опыт, возможность использования в качестве первой линии химиотерапии, с лучевой терапией у больных возрастных, а также возможность разработки мультимодальной терапии, использования лучевой терапии, химиотерапии и гипертремии. Таким образом, гипертремию, вероятно, в настоящее время можно рассматривать как одним из перспективных радиосенсибилизаторов, но, безусловно, это направление требует дальнейших разработок и, естественно, анализа тех результатов, которые мы получаем. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Лариса Александровна. Продолжение следует...